Автобусный парк номер 6, это больше за тысячу человек персоналу, от которых залежит життёй. Беспека 40% пассажиров городского транспорта. Усокия життевлеется больше за 2000 рейсов. Справность техники, узровень подрыхтуки водителю и часом навыд их самоотшувание. У этой справы перолика не повинна быть ни где. Як же всё организовано на самой справе, оценила комиссия Гомельского областного объединения профсоюзов. К великому сожалению, показатели не в нашу пользу. Исходя из этого, наверное, настало время предметного жёсткого разговора и ответа на конкретные вопросы. Почему? И всё ли мы сделали для того, чтобы создать нормальные условия для труда людям и одновременно спросить всех, кто должен это делать? В минулом году у автобусного парка номер 6 отбылся один смиротный выпадок. 22-годовый слесар опынулся затиснутым помеж стяной и автобусом. После трагеды на предприемстве была переглядена нормативная база по хове працы и унесены новые потребования. Дополнительно, скажем, для стимулирования работников у нас было разработано и внедрено положение осмотры конкурса по охране труда и культуры производства среди структурных подразделений. Итоги этого конкурса ежегодно подводятся в конце года. Принятые меры приносят свои выники. В этом году выпадков травматизма на предприемстве допущено не было. На сегодня автобусный парк номер 6 зарекомендовал себе, как один в области, где организованы постоянные занятки по хове працы. Некольки разов в день супрацовники проходят медицинский огляд. Для контроля за транспортом на линии укоранена сподорожниковая система навигации. Дякуючи ей можно отсутствовать любую информацию. Починаючи от дорожных транспортных здоровья, заканчиваючи тем, кольки секунды автобус стоять на конкретном припынку. Разом у всех этой меры дозволяют системе городского автобусного транспорта працавать без перабойна. Так, запущенный час поломки автобусов и взрыва у рейсов зафиксовано не было. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телерадио, компания Гомель.